День памяти десногорских воинов-интернационалистов Уроки мужества для школьников нашего города День поисковика Смоленщины отмечается впервые 30-летний юбилей дома в третьем микрорайоне Сегодня, 15 февраля, день вывода советских войск из Афганистана В этот день, 27 лет назад, завершилась история самого затяжного участия советских войск в вооруженном конфликте войне Теперь об этом кровопролитном противостоянии отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества По сложившейся традиции воины-участники тех страшных событий рано утром собрались у храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости чтобы поставить свечи за упокой своих погибших на полях сражений и умерших товарищей Затем поминальная церемония прошла на городском кладбище у могил В этот день вспомнили каждого 15 февраля мы сюда все приходим, поминаем их, смотрим на состояние могил Кроме того, сюда ребята подходят 28 мая, это день пограничника Потому что и погранцы и в Чечне воевали, и в Афганистане И, естественно, 2 августа, потому что десантура воевала везде Но все время было настрее первого удара Продолжилась акция в молодежном центре города, где воины-интернационалисты встретились с военкомом, с заместителем главы администрации по социальным вопросам и главой администрации Десногорска За круглым столом обсудили немало тем Главной было патриотическое воспитание подрастающего поколения К сожалению, в последнее время мы стали забывать о подвигах этих ребят которых у нас в городе с каждым годом становится все меньше и меньше Вопрос поддержки воинов-интернационалистов у нас вынесен на федеральном уровне Поэтому вся поддержка оказывается в соответствии с теми или иными нормативными правовыми актами уровня Российской Федерации К сожалению, в настоящее время ни регионального уровня поддержка такая не предусмотрена Ни местного Но вопрос поддержки может быть вынесен И я буду инициировать, беседовать с депутатом Десногорского городского совета В случае принятия подобного нормативного правового акта Да, мы сможем действительно какую-то поддержку Такая поддержка возможна, но не обязательно Соответственно, будет зависеть от возможностей местного бюджета Общественность нашего города, администрация и депутаты городского совета с особенным вниманием относятся к проблемам ветеранов боевых действий в горячих точках В канун памятной даты в Историко-Краеведческом музее нашего города для учащихся школ прошли уроки мужества «Афганский излом» 12 февраля учащиеся третьей школы встретились в выставочном зале Историко-Краеведческого музея с председателем Совета ветеранов войны в Афганистане подполковником запаса Игорем Журавлёвым Он рассказал, что такое афганская война и с чем пришлось столкнуться юным солдатам на чужой враждебной земле Поведал о Десногорском афганском братстве В Десногорску повезло то, что ни одного человека не погибло на войне в Афганистане Но, к сожалению, после войны в Афганистане уже шестеро от нас ушли Ребята узнали о героях-земляках, которые погибли в Афганистане и почтили минутой молчания память о них Во время беседы подростки задавали много вопросов Их интересовало буквально всё и будни военных дней, и то, как живёт теперь это государство Каждый из ребят в этот день открыл для себя что-то новое Больше всего, конечно, интересно было разговаривать на тему войны, задавать вопросы Мы не должны забывать, что было в нашем государстве Какие были подвиги наших военных Хочется верить в то, что наши десногорские подростки никогда не забудут подвигов воинов-интернационалистов А в музее-усадьбе Новоспасское сегодня вспоминали композитора Михаила Глинка В родовой церкви митрополит Смоленский и Рословский Исидор отслужил литургию После службы все желающие смогли возложить цветы и венки к бюсту знаменитого земляка на территории усадьбы И послушать выступления воспитанников Десногорской музыкальной школы имени Глинки Подробнее об этом событии мы вам расскажем в нашем следующем выпуске Не пропустите! Также сегодня в областной библиотеке имени Твардовского состоялся вечер памяти смоленского поэта Николая Рыленкова День рождения этого выдающегося деятеля культуры отмечают в библиотеке ежегодно Он родился 11 февраля 1909 года в деревне Алексеевка Рословского уезда Смоленской губернии Мы гордимся, что родина поэта находится неподалеку от нашего города На Смоленщине появился еще один праздник Под звуки фанфар в торжественной обстановке в Центральной библиотеке Десногорска состоялась встреча, посвященная истории поискового движения нашего города Повод для этого есть, начиная с нынешнего 2016 года, 18 февраля мы отмечаем День поисковика Смоленской области День 18 февраля выбран не случайно Именно в этот день Русская Православная Церковь чтит икону Божьей Матери Взыскания Погибших Теперь эта икона является духовной покровительницей поисковиков Смоленщины Сегодня на территории области работают 63 поисковых отряда общей численностью более 2000 человек В Десногорске поисковое движение зародилось в конце 90-х Сейчас в городе уже три поисковых отряда «Высота» – командир Александр Дорошенко «За родину» – командир Сергей Гавриленко И отряд «Обелиск» под руководством Алексея Тимофеева Вместе со взрослыми в вахтах памяти участвуют и дети Существуют уже поисковые семьи Складываются поисковые династии Слушня-слушня – это белое пятно нашей истории Сведения с пульдой, очень с пульдой И по архивам армии Знаем только, что там оборону держала в 41-м 53-я дивизия в конце в Кровое Там тракшири глубиной 40 метров Они полностью взвод Мы там подняли около двух десятков бойцов Поисковики Десногорска рассказали о своей работе Как трудно, но необходимо возвращать из забвения новые и новые имена Поиск в архивах, работа с картами и документами Бессонные ночи, жизнь без отпуска и выходных За свои благие дела десногорские поисковики награждены юбилейными медалями Пять дней назад пришли после экспертизы Четыре медальона Два медальона были на экспертизе два года С 13-го года Нам расшифровали московские ребята Медальоны переслали И позавчера по одному медальону Я нашел трех племянников солдата, которые проживают в Саратовской области И внучку, которая жила сначала в Козельске, нашей Калужской А сейчас приехала в Ейцк Краснодарского края Родственники собираются всей семьей приехать сюда на майские праздники, чтобы посидеть могилу своего деда В Десногорске на Кургане Славы и Поле памяти находятся 9 братских могил В которых перезахоронено 1069 советских воинов Фамилии 35 из них известны Это успех поисковиков Сегодня в районе складских помещений Десногорского рынка Произошло повторное возгорание заброшенных построек Всю ночь расчеты 15-й пожарно-спасательной части города вели борьбу с огненной стихией Редактор субтитров А.Семкин 15 февраля в 1 час 12 минут поступило сообщение о возгорании бесхозного строения по адресу промзона города Десногорска в районе городского рынка В 1 час 13 минут выехали одна автоцистерна 15-й части и одна автоцистерна 1-й пожарно-спасательной части города Десногорска Загорание потушено в 13 часов 20 минут Время тушения составило 12 часов 4 минуты Площадь возгорания 300 квадратных метров Повреждено по всей площади каркасно-счетовое строение площадью 300 квадратных метров Рубероидная кровля уничтожена полностью Пострадавших нет Причина возгорания устанавливается А сейчас о криминальной обстановке Лесничий холм Жирковского района сообщил в полицию, что при обходе территории выявил факт незаконной вырубки ели Следы на снегу, оставленные транспортом, на котором перевозили спиленные деревья, привели полицейских на станцию Никитенко Вскоре был установлен и подозреваемый У местного жителя 1959 года рождения обнаружили и изъяли заготовленную древесину, которую он хотел использовать в качестве строительного материала По данному факту проводится проверка Решается вопрос о возбуждении уголовного дела В течение прошлого года сотрудниками подразделения лицензионно-разрешительной работы проводилась работа по изъятию населения на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ В результате разъяснительной работы гражданам издано 28 единиц оружия, более 116 килограмм взрывчатых веществ, более 550 единиц штатных боеприпасов, более 1100 патронов Всего за 2015 год в Смоленской области было выявлено более 2000 нарушений правил хранения оружия, а также одно преступление, совершенное с применением зарегистрированного оружия А в Десногорске при проведении рейда по безопасности дорожного движения полицейские остановили мужчину на отечественном автомобиле Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения Как было установлено, житель нашего города, 1983 года рождения, уже был ранее лишён водительских прав за вождение в пьяном виде В настоящее время в отношении его заведено уголовное дело Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет и лишения водительского удостоверения на три года Дежурную часть полиции нашего города обратилась жительница, она сообщила, что у неё украли сумку По указанному адресу незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа Женщина рассказала, что забыла свою сумку на улице, а пропажу обнаружила только на следующий день Она уточнила, что в сумке находились деньги, банковские карты с указанными пин-кодами и документы Вскоре похитители обналичили с одной из карт крупную сумму денег Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемой Ею оказалась местная жительница 1982 года рождения В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража», совершённое с причинением значительного ущерба гражданину Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет О том, что произошло в городе за минувшую неделю, нам расскажет майор полиции Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 135 сообщений о преступлениях и происшествиях Из них 5 сообщений о преступлениях Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями Выявлено 148 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 109 За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 4 водителя За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 6 человек А сейчас новости спорта Нынешняя зима бьёт все рекорды по аномальным погодным условиям В середине февраля стойко держится плюсовая температура Это и стало решающим фактором для переноса всероссийских соревнований «Лыжня России» с 14 февраля на более поздний срок О конкретной дате будет сообщено дополнительно Будем надеяться, что зима ещё вернётся, хоть ненадолго Наша футбольная команда «Днепр» провела контрольный матч с клубом «Луки» «Энергия» из «Великих Лук», выступающих в зоне северо-запад 3-го дивизиона Первый тайм прошёл в позиционных атаках «Смолян» Во втором тайме соперники сделали много замен Играть стали активнее, но никто так и не смог забить гол Игра закончилась со счётом 0-0 22 стипендии для лучших спортсменов «Смоленска» отменили 12 февраля на сессии горсовета Отмена связана с изменением в законодательстве Теперь пересуждать стипендии будут субъекты федерации Напомним, что ранее спортсмены за свои достижения получали 700 рублей А сейчас о том, как отметили 30-летний юбилей дружные жители 9-го дома 3-го микрорайона В минувшую субботу горожане, проходя мимо этого дома, удивлялись красочному зрелищу Каждый балкон здания был украшен яркими воздушными шарами На подъездах висели поздравительные открытки, в которых сообщалось, что дому исполнилось 30 лет И вот такие вот дружные Ну, по крайней мере, я знаю, как по нашему этажу, у нас все дружные У нас ни руганий нету, ничего Мы все нормально общаемся Сегодня исполнилось 30 лет, как мы заселились в этот красивый большой дом От своего имени И я думаю, что все поддержат меня Я хочу поздравить всех своих жильцов Чтобы всегда в доме был свет, тепло Чтобы была радость Родились наши детки, наши внуки уже выросли в этом доме Всем счастья, всего самого наилучшего И как можно дольше жить без капитального ремонта Для нашего города это событие уникально Хочется, чтобы все жители домов Десногорска были такими дружными Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте канала Адрес вы видите на экране телевизора Также мы ждем ваших предложений и тем для новых сюжетов Спасибо за внимание, до свидания Редактор субтитров А.Семкин